Договор Договор Начнем, пожалуй, с такого краткого экскурса исторического Да, сейчас вот считается, что есть японское каратэ, есть китайское шоу Значит, что еще есть? А психотеханавты очень любят задвигать тему, что лучшее каратэ – это оглобли по башке Да, так и есть Вот я ездил, сборы делал и показывал, как потерялся Ну, старенький дедушка, то начинал териться Состояние появляется Замок Давай переведу для тех, кто не в танке Елицево, вход в состояние особое Да, потому что традиция считалась важнее не то, чем ты владеешь А важнее умение входить в правильное состояние, которое ты можешь вывести Не напряжься, не расслабиться, а выйду другим И правильно воспринимать то, что происходит Ну, и я сразу добавлю то, что, ну, на мой взгляд, я не такой большой специалист, как Егор Но, на мой взгляд, именно в этом отличие русской школы от восточных единоборств В том, что там делается акцент на то, что вы вначале должны напрягаться и пыжиться По крайней мере на этапе ученика Максимально напрягаться А в русской традиции человек более естественный Он не расслабленный, как, прошу прощения, говно в проруби Он просто собранный, упругий, но у него нет такой большой затраты сил Вот это очень важно А когда больше? Собранный 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 Не размазанный Ну, как вы, старики, говорили Говорить, как есть Они говорили так Железного можно перековать Деревянного обтесать можно Каменного Ну, каменного обтесать, да А с горным-то ничего не сделаешь Значит, оно растекается Задморозить Да Задморозить Задморозить Вот Ну, важен такой момент, что есть разные, скажем так, традиционные направления Есть северные, есть южные, есть вот уральские Я вот уральского рода начал дону прорубь К сожалению, мне вот породу не передали весь объем знаний, который был Ну, вот собираем Собираем, общаемся Вот, на Урале использовали 4 базовые движения, которые ложились в основу, как сейчас говорят, движка Это колодец Это жернова Это клещ Почему так? Потому что движения, естественно, все их знают И это используют И Они в теле уже есть То есть Ну, сколько вот Задним человек, например, может ездить А ты сразу покажи вот эти движения, чтобы было Ну, понятно Ну, да, понятно, ну, представь себе Можешь сразу попробовать Потому что Давай нас сразу пробовать Да Вот вы стоёте, да, представьте себе Колодец Да Ведро этих жёвлых Нам достать Вы подходите, можно одной рукой это делать Ну, одно ведро достало, второе Ну, десятое Ну, как ты с 20 достаёшь У тебя уже здесь всё закислено, мышцы уже не работают Нужно что делать? Включать Тело Тело Причём не просто тело, чтобы всё тело заработало Это важно То есть, чтобы работало всё тело Как здесь, ели мороженое всем телом, да? Давай Включаем А вы Как же и здесь Взял вот эту вот штучку и начинаешь Ну, покажу А вы сразу можете попробовать Можно это делать, конечно, не так Да? А можно встать Это называется разношка Как стоим? Это вот та разношка, которая маятник в разношке? Да, да, она вечно в разношке Потому что Немножко назад отсюда Да, как стоять Представьте себя в седы Вот Казак А казак это, кстати говоря, не кто-то такой, да? А просто способен на поступок Способен на поступок Значит казак Сел в коня Ноги в стременах Шашку достаёшь Да? Сидя В седле Ты немного не нарубишь Потому что здесь ничего не работает А одной рукой ты не намажешься То есть нужно что сделать? Раскрепостить таз Это называлось ядро силы Да, детское решение Поэтому всегда Как только ты шашку достаёшь Всегда В стременах приподнимаешься То есть Рубка идёт Не сидя в седле А уже сидя в стременах Что происходит? Вот Представьте себя Сидя на седле сначала, да? Здесь всё мёртвое То есть Здесь что-то двигается Только вот здесь То есть Вот Раз стремена приподнялись Это Нога в стремени Это Нога в стремени Стремя проходит Где-то вот здесь И у вас сразу Смотрите, что получается Колени Заработали Заработали Забедренные суставы В традициях называли Подвихроры А любой сустав Называли вихророй Как бы Вихрь такой Вот И сразу Заработал таз Заработал вот это ядро силы Вот это вот Важное место такое Надо научиться вообще работать Вот отсюда Потому что Энергию Энергию генерируют Где? Ну да Здесь Вот А например Вы придёте в актёрскую среду У вас Почему вы это учили? Попробуй энергию Не отсюда Доставь, да? Отсюда Движение Сразу Более выразительно Сила другая То есть Важно чтобы здесь Всё работало Вот Вы стоите Вот это базовое такое положение Сюда обычно Чербачок ещё вставляли Чтоб ты привыкал к коню Чтоб ты мог Здесь Вот Здесь учили всё Освобождать Чтоб всё было свободное Потому что Чем больше степеней свободы у тебя Тем больше у тебя возможностей Напрягся Закрепостился А? Если две шашки Продай вперёд Ну там да Поэтому Здесь Здесь Можно Закрепоститься И всё должно быть расковано А Напрягся Степень свободы уменьшилась Возможности свои Уменьшились Расковался Всё двигается свободно Возможности сразу больше Вот это первое Второе Если вы Да А А Вот Вот Я не представил Это Пророк Егор Андрей Помощник Мы вместе клубом Занимаемся Вот я на минуту Показываю Естественно Когда к противнику подходите Вы не так стоите Правильно? Вам надо что сделать? Подшагнуть Ну чтобы ударить Надо подшагнуть Значит Вот это положение У вас попробовать Что сделать? Из этого положения Ножку назад Отставить Или просто перед Отставить И остаться в тременах Остаться в тременах То есть Чтобы оба Обе ноги были в тременах Тогда у вас Вот это вот место Работает Колени работают И вот это состояние Называется Разножка На разножке Можно ходить Можно ходить вот так А можно ходить Именно на разножке За что это Можно двигаться Вот Полстуны Где мы проходили там 50-70 Это было нормально Почему? 12 км в час Можно ходить Вот на таком шаге Это именно шаг Это не бег То есть от земли не отрываешься При беге Человек на 0,05 секунды От земли отрывается При ходьбе нет Обе ноги Все время на земле Как вот И получается мощное движение Всем телом И тогда появляется Возможность И удар тела вкладывать И в любое действие Тело вкладывать То есть можно массу тела вкладывать Это важно И на разножку Разножку Вот Здесь Нога от времени Здесь Вот такое движение Ты как бы Двигаешься Вот таким образом И Пошел Пошел Вот это Разножку А? Халили Они Они угроби Потому что если вы например С времена встанете Прямо с ногами Ну просто потом будет Да? Неудобно Что сейчас Сойдет ноги Ну ноги сведет А они На пружине Они угроби Они свободны И видите как Здесь все работает С результатом Все Разрешено Из этого положения Из этого положения Можно попробовать сделать Такую вещь Наверняка Какие стили изучали Там Школу бокса Я сам боксом занимался Муатаем занимался Много чем занимался Вот И То что я покажу На первую Она не противоречит тому Чему вы уже знаете Ну условно говоря Вы можете просто добавить К тому что вы знаете И Возможно Это вам таз Дополнительное Преимущество Да? Положение Как На что еще Имеет смысл Обратить внимание У нас есть таз Если вы бьете В том направлении Имеет смысл что сделать Если у вас таз направлен Сюда В любой Деревне Ты берешь вилы Да? Взял Вот так Неудовно Да? Нужно что сделать? Повернуться сначала И уже Кинуть как ну да? Когда ты косишь Ты не можешь косить Вот так Пошло движение Тазы сопровождают движение То есть руки Они все время Переетасы В сильное положение То есть Вся работа идет вот здесь Потому что руками Не надо То есть руки с тазом Они все время связаны Как это делалось? Бралась колода И вот я учился Крутить колоду Привязывать ее в таз Все это Отсохи Образов много Я могу немножко Уходить в сторону Но буду стараться Держать некое общие рассуждения Если вам интересно Какой-то вопрос Вы задавайте Я буду отвечать Добро? Добро То есть правильно понимаешь Движение Все рождается Став Руки Они доносят движение Ну давай так Рассуждение Куда? А? Я предложу так Я считаю что точность Отзывается Точно он не точный Как бы он сильный не был Ты не попадаешь Если рука напряжена Замялся кто-нибудь Будь уильяркой Или резал Если рука напряжена Ты точно движение делать не можешь Оно не может Воплотить сложный образ Полародики Да? То есть нужно Расковаться Руки должны быть раскованы Да? Раскованы Ну как это делать с традицией Вот вы берете Называлось упражнение Возьмите Берете руку И начинаете напрягаться Со всей силы Ну вот Собирать силы И Предварительное Такое Круглое упражнение Мизинца И попробуйте его напрячь Со всей силы Напрягайте И понаблюдайте Что происходит Напряжение только здесь Или она начинает разливаться До куда? До 300 А если сильнее На плече? Ну дальше А ну дальше Дальше Я у себя вижу Что оно разливается До самой земли До самой стопы До самой пальчи Просто оно слабенькое И поэтому Моя способность наблюдать Напряжение Ну ее недостаточно Чтобы это увидеть А так напряжение разливается Здесь напряжение Тут Они все разлились И ты весь Уже Как кибор Помните Терминатор, да? Первый А потом появится Жидкопристолический Вот В казачьей традиции Состояние Добивались только Пластунское И должна быть Текучей Обтекать Все Затекать Втекать Пустоты И что ты там делаешь Вот такое состояние Текучее Ненапряженное Базовое упражнение Для этого состояния Такое Собрал кулак Видишь Что в мире Нарушено справедливость У тебя идет Возмущение Духа А вместе с этим Силой Пошла сила Ты ее собираешь Силы много Ты к ней не привыкаешь Ее много И она начинает тебя Заковывать Или трясти начинать Потому что ее много Канадщики 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 Некоторые затрутся Признимать На самом деле Нет Про силы много Бывает Канадщики И вот она пошла Сюда Ты ее собираешь Вот она разливается Соберите ее попрочек Так чтобы прямо Оно сюда Сюда На живот Прошло На На